Всем привет! Вчера Арбитрум раздал дроп и люди сорвали очень большой куш, особенно те, кто мультиачили, получили реально хорошие деньги и у многих сейчас возникнет фома и многие ломанутся делать другие активности. Я не буду говорить о том, как это было, что каждый мог. Я на основании того, за что дали этот дроп, мы посмотрим, как можно зарабатывать в будущем на других дропах. Для этого мы посмотрим, за что именно, за какие конкретные действия Арбитрум насыпал дропа. Потому что сейчас многие люди, которые ломанутся в следующей активности, не все из них получат какие-то деньги, либо получат мало и забьют. То есть большинство просто сейчас на эмоциях начнут делать различный аккаунт различной активности и в конечном счете просто на это забьют. Я же хочу акцентировать ваше внимание конкретно на тех действиях, за которые Арбитрум насыпал дроп, чтобы вы понимали это для себя. Потому что другие проекты, в принципе, будут делать где-то плюс-минус что-то подобное. Итак, находясь на сайте Арбитрума, мы нажимаем Learn и переходим в Docs. Открывается такая страница. Я ее сразу переведу на русский язык, чтобы было понятнее. Право на участие в Airdrop и его распространение. Все это я сейчас читать не буду. Мне интересны конкретные действия, за которые давали дроп и за что его урезали. Представим немножко ниже. Вот о правах пользователя на Airdrop. Когда мы делаем какую-то активность, мы не знаем, за какое конкретное действие нам дадут дроп. Поэтому в идеале делать максимально больше всяких различных действий. В данном случае была использована система баллов. То есть можно было получить до 14 баллов. И в зависимости от того, сколько баллов вы получили, есть таблица, сколько вы получали токенов. К ней мы вернемся. Задания были в Arbitrum One, Arbitrum Nova и Arbitrum Nitro. Мы будем разбирать Arbitrum One, потому что, как они здесь их пишут, что начисления баллов были ориентированы в первую очередь именно на Arbitrum One. Поэтому его мы и будем смотреть. Ее классификация. Итак, баллы, которые можно было заработать. Вот они в сумме 14 баллов. Первый, седьмой, четырнадцать. То есть за каждое действие давалось по одному баллу. И смотрите, что сразу важно. Если было получено менее трех баллов, то есть два балла, один и два, никакого дропа не получали. Итого, что надо было сделать? Я говорю, что надо было. А говорю, это для того, чтобы вы понимали, что похожие требования могут быть и дальше. Итак, перевести средства в Arbitrum One. Это вы в любом случае сделали, если вы его юзали. Один балл получили. Дальше интересно. Проведенные операции в течение двух разных месяцев. То есть если вы просто завели средства, это всего один балл, и этого недостаточно. Переведение операции в течение двух разных месяцев. То есть вы фактически должны были тестировать продукт как минимум два месяца. То есть в одном месяце и через месяц еще раз. Третий, можно было получить за проведение операций в течение 6 месяцев, то есть 6 месяцев юзай, то есть это уже далеко не каждый получит, ну то есть получил проведение сделок за 9 месяцев, это вообще единицы. Это для понимания, что когда вы, ой, я сделал какую-то активность, я молодец, я там сделал 10 аккаунтов, один раз сделать это не вариант, нужно сделать и продолжать, продолжать. Далее, провел более 4 транзакций или взаимодействовал с более чем-то 4 различными смарт-контрактами, в общем, 4 транзакций надо было сделать, то есть если вы сделали там 2-3, этого недостаточно. Следующий балл можно получить было за то, что вы сделали как минимум 10 транзакций, это уже делали не все, далее еще балл 25 транзакций и 100 транзакций. Это 100 транзакций, это еще задачка, когда каждая транзакция стоит газа, ну как бы такое себе. И дальше смотрите, какая интересная, проведены сделки на сумму более 10 тысяч долларов. Очень многие здесь гоняли совсем минимальные суммы, там 10-20 баксов. И понятное дело, что здесь что-то получить было нереально. Дальше пункт, что получить 50 тысяч долларов, 250 тысяч долларов, то есть прям серьезные суммы. Разумеется, что далеко не все это делали, но просто вы должны понимать, что в следующей, в других дропах могут быть подобные задачи, которые расскажут уже постфактум. Это у нас были сделки на эту сумму и дальше перевел активы на сумму более 10 тысяч долларов в США. 10 тысяч долларов, серьезная цифра. И 50 тысяч долларов. И самый максимальный, если вложили 250 тысяч долларов. Ну, когда большинство там гоняет до 1000 долларов и вложить 250, та еще задача. Арбитрумного я сейчас не рассматриваю, я просто рассматриваю сейчас основное. И вот получается дальше корректация баллов токены. Сколько вы сделали баллов, сколько получили токенов. Но интересно еще, что защита пользователя, за что блокировали. Смотрите, если все транзакции кошелька получателей РОП произошли в течение 48 часов, один балл вычитается. То есть, если вы пришли и за двое суток сделали типа по быстренькому все активности и все. То есть, у вас только балл вычтется. То есть, скорее всего, это попытка бороться с мультиакерами, которые просто зашли, сделали аккаунт, сделали действие и все. До свидания. Если баланс кошелька получателей РОПа меньше 0,005 эфира. 0,005 эфира. Это у нас в районе 9 долларов. То есть, минимум 10 долларов. И также еще плата за комиссии. Так что, как бы, такое. Когда вы хотите вводить совсем минимальные числа, это, как оказалось, не работает. Поэтому, судя по этим требованиям, чем больше денег вы здесь вводили, тем больше шансов было что-то заработать. И, скорее всего, такие требования будут везде. Третий пункт, как адрес civil, я пропускаю. Потому что здесь уже речь о хакерских атаках. Поэтому, как бы, такое. Первые два пункта нас реально интересуют. Так что, какие можно сделать выводы, если вы собираетесь реально на полном серьезе заниматься активностями? Этому надо определять реальное время. К этому надо относиться серьезно. Если вы сделать какую-то активность на эмоциях, потом забросите. То, скорее всего, вы ничего отсюда не вытащите. Или, может быть, просто случайно. Делать активности желательно, как минимум, несколько месяцев. Не делать это все дело слишком часто. И заводить, как минимум, не минимальную сумму. И второй интересный момент. Как, собственно, выбрать такие проекты, которые реально раздадут дропы. На этом можно заработать. На самом деле, здесь все довольно просто. Вам нужно обратить внимание на фонды. Какие фонды и сколько денег они туда занесли. В принципе, это основное. Но таких больших иксов, как в Arbitrum, ожидать уже просто не стоит. Потому что многие люди сейчас щеманутся делать другие активности. Потому что поймали FOMO здесь. И второе, что те проекты, которые есть на текущий момент, они хоть и фундаментальные, но не настолько. И в них занесли не так много денег, как в Arbitrum. На текущий момент для себя выбрал три таких проекта. И о них более подробные, что там нужно делать, я буду рассказывать в следующем видео. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы их не пропустить, если вы еще не подписаны. Надеюсь, это было полезно. Если да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующем видео. На этом у меня все. Всем добра, всем профита. Слава Украине!